рублей. Так. Михаил, тащи. Так. Совет тебе. Не отпрыгивает врага назад. Это вредно. Прыгай ему под руку. Пользуйся бедом. Бывает полезно. В игре 2К по параметрам 25 и 50. Удачи. Ё-моё. Жизненную силу тогда на единичку только качнём. Всем привет, кто в записи это смотрит. Третья часть трансляции по Bloodborne. Продолжаем знакомиться с игрой, но я уже назвал трансляцию по-другому, не знакомство, а там типа продолжение, прохождение и прочее, потому что основы уже изучены. Если пропустили прошлые стримы и смотрите это в записи, естественно, рекомендую для начала посмотреть первые две части. Часику пламенный привет. Ивану Ушакову отдельное спасибо за то, что начал. Да куда ж мне несёт-то? Мне же вниз нужно. Открыт шоткат. Сейчас будем страдать на боссе. Босс Бармаглот. Кровоглот. Страшный пёс. Я в прошлой части трансляции закончил на том, что добежал до него. Призвал случайно. Случайно призвал помощника. И мы с помощником, с боссом не справились. Ну, я не справился. Да он тоже не справился. То есть сначала умер он, естественно, потом умер я. Сейчас задача какая? Хочу подойти вот к этому псу. Бэкстебнуть его хотел, ну. Да я жижал. Да ёшки матрёшки. Мне бутылки, в общем, нужны, перед тем, как на босса идти. Я пытаюсь пока что тщетно выбить бутылки. Я сейчас хочу кусочек моих прошлых душ получить. С пса, который хоронил меня где-то здесь. Так, давай факел-то уберём. У неё должны глаза светиться. Вот этот звук меня, конечно, бесит вообще. У неё не светятся глаза. Да ё-моё. Ну вот зря я, конечно, да. Ну давай, добейся. Хилки нужны. А мне даёт осколки кровавика. Кто-то орёт там постоянно. Меня так выбешивает этот звук. Так. Обычно это дамы в плаще. Да. Ах ты, смотри какая. Ну у неё тоже глаза светились не так. В тумане враг, который тебя травит. Понятно. А, вот мой труп. Я предлагаю просто вернуться домой, отголоски потратить на хилки. Ну у меня в любом случае эти хилки нужно как-то где-то почему-то достать. Либо отфармить, либо закупиться. Закупиться быстрее. Тем более, что эти 5800 душ я в любом случае, скорее всего, потеряю. Потому что босса я не знаю. Мне надо как раз его сейчас изучать. Его телодвижение... Да, ё... Я не на том этаже вышел. Нужно выше подняться. Вот. Босс, повторюсь, непонятный. Есть опасные серии, которые вообще... Сейчас не там вышел. Которые точно, если пропустишь, то это... Это гуф. Хотя, если фулл хп, я думаю, что... Что-то он мне даже может оставить. Во второй фазе этот босс начинает очень жестко травить. И находиться, по крайней мере... Ну, либо рядом, либо за ним. Там по эффектам кажется, что за боссом находится это ядовитое облако, которое травит. Но по факту отравление я получал и находясь перед ним. Face to face, что называется. Поэтому надо сначала мне понять, каким образом действует отравление. Чтобы постараться его избежать. И если станет понятно, что это не очень возможно... Растет полоска хп, нет? Нет, во что-нибудь другое вложится. Ну, полоска тут по другому принципу растет. Не как в ДС. Кап по хп будет на следующем левеле. То есть, если я сейчас прокачаю до 25, вот это уже будет там со штрафом. И... Сейчас, секундочку, я дверь закрою. В общем, хпшечку максимум одну я еще прокачаю. Потом буду думать, куда вкидывать. Выносливость ли, вловкость ли дальше или куда-то еще. Позырек крови. Ну, на левел, мне кажется, не хватит все равно. Хотя, давайте проверим. Если мне хватит на один левел, лучше часть кровушки отдать. Там, кажется, было около 5к. 5500. Ладно, давайте так сделаем. Тридцатый уровень. Можно сейчас, наверное, найти в рюкзаке что-нибудь, что душу мне принесет. Ага, сейчас. Ну, классно. Ну, у меня есть на одну бутылку. Магии не планируешь качать? Ну, здесь такой магии нет. Но вроде есть интересные пушки под эту характеристику тайную, или как она называется. Огнемет, кажись. Главное, зарение не трать. Да я вроде не трачу зарение. Можешь убить охотницу в вороньей одежде в первой локации, за ней можешь взять кинжалы. Охотница в вороньей одежде в первой локации. А как я ее пропустил? Мне, в принципе, в первую локацию было хорошо вернуться, потому что там очень много бутылок на халявных. Так, речь идет о каком чекпоинте? Направьте мне, пожалуйста, где эта ворона? Охотницу, охотницу, охотницу в вороньей локации. Охотница в вороньей локации. Да и я вообще сторонник новых пушек. Хилки в первой локации. Да-да-да, вот я как раз про нее не убиваю, говорят. Она френдли же. Ну, френдли не френдли, но если есть кинжалы, то я бы взял. Где она, скажите? Знаете, мне охотница. Как думаешь, когда выйдет ипостась ДС, но в современном мире? Даже не представляю себе, что может получиться. А, не убивай ее потом за квест. Блин. Ладно. Там, где бочки, загоражили второй этаж. И где она там? Там, где крысы внизу, да? Там, где балки сверху. Ладно, оставим ее жить. С нее дуэл кинжала, и сет ворона падает. Топ для ловкача. Уоу! Центральный ернам, помнишь, где-то упал крысом. Вот, вот, вот. Пацаны, простите. На квест я забью. Классно. Сейчас у кого-то гореть в чате будет, я чувствую. Бом-бом-бом-бом-бом. Кстати, с Большого моста-то мне и идти надо было туда. Хотя, может быть, с Центрального ернама было бы короче. Ну, вот это зря понеслась. Ладно, давайте. Большой мост. Через, там, этого плотненького моба, может быть, к двум нижним спущусь. Потому что из них гарантированно падает две бутылки. И, кажется, вот налево от них как раз проход к бочкам и к охотнице. Тебе их потом купить надо будет? Да ладно. Блин, ребята, вы не устаете, меня радоваете и тут же разочаровываюсь. Ну, как так? Откуда у меня 440к? Вы что? 40к нужно. 40. Это ж капец. Это ж вообще не очень. Да я ж не себя таргет ставил. Ну, конечно. Как мы с тобой будем? Я, наверное, даже руками. Да, да, только. Ну, хорошо, хорошо. Сразу два пузырька крови. Пожалуйста. Ты 5 копишь за выход, 8 выходов профит. Но я не люблю фармить. На самом деле. Я даже когда вот за бутылками вот сейчас вынужден ходить, мне это не очень нравится. В ДС было в этом плане, конечно, подемократичнее. Умер, вот тебе бутылок. Пожалуйста. А тут надо по-другому. Не убивай я, но поскольку стадо слуд, с которым можно накопить кучу ништяков. Ой, ребят, стоп. Стоп, стоп, стоп. Давай с одного начнем. С одного вот так вот, да? Добро. Эй, где? И не успел. Я еще последний удар нанести. Соответственно, отъезти не успел. А вот сейчас тоже. Да, отлично, я бутылки подфармил опять. Ну, 40к реально это для меня нереально. Вот-вот, говорю как есть. На лестнице не работает удар. О-о-о, понятно. Да нет, у меня вроде работал. Я помню на лестнице бэкстэпа. Хотя, может быть, как раз меня на лестнице убивали из-за того, что не работал этот удар. Мне казалось, что я молодец. Типа работает при прерывании. А бэкстэпчик не алло. Ртутные пули. Я хочу вернуться на мост. А возврат на мост, кажется, через верх. Мне память не изменяет. Как-то так. Да. Есть 10 бутылок. Псов, конечно, можно еще забрать. Из них вообще прилично падает. Я, Джей, не люблю с ними сражаться с двумя. Не люблю, потому что не умею. С первой толсты колод пропустил. Да нет, не может такого быть. Ой, достал. Ну хоть отъелся, блин. Так, и что у нас? О, три пузырька крови. Ну где с первой толсты колод? Ну да где он? Нету лута. Толстак есть, лута нет. А, имеется в виду с того толстыка, который внизу. А это я могу, да. Пожадничаю сейчас. По ударам. Не, нормально. Тут довольно быстро собираются. Пузырьки в 16 штук. Здрасте. У второго костра. В этой локе есть окно. Те дадут пушку какую-то там. Да пушка-то не так принципиально. Мне основное оружие нужно. Ну, я понял про кинжалы. Я понял про эту даму. Понял, что нужно бабло. Не хочу. Не хочу фармить. Хочу на босса пойти. Еще раз повторю для себя ключевые. Ключевую инфу по боссу. Надо внимательно смотреть на разные типы его ударов. Ничего нового. То же самое было в Dark Souls. То же самое и здесь. Изучать. Смотреть, как он себя ведет. И что мы с этим можем сделать. В какой момент уклоняться. Как можно это парировать. В общем, как можно точнее, точнее узнавать его действия. И реагировать соответствующим образом. Пушка-оружие, наверное, имелось в виду. Скорее всего, как раз Пушка имелось в виду Пушка. Вкратце сюжет таков. Новый искатель приключений Охотник. Да, 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 да. Нет, тут на самом деле сюжет вроде как очень классный. Если все читать, опять же, если там предметы изучать, описание читать, диалоги не пропускать. Верни сюда, где с Гайсконом бился. Там часть квеста с вороной. Ну, сейчас я не хочу этим заниматься. Потому что, скорее всего, я этот квест все равно не буду до конца. Или не смогу, или не буду. Потому что он долгий. До конца проходить. Ну, перед боссом имеется в виду. Вот, поэтому давайте сосредоточусь я лучше на боссе. В конце концов, можно же и с обычными пушками его убить. Были бы руки. Понятно, что если руки кривые, то ничего не поможет. Да куда ж ты, это самое? Надо еще посмотреть, как срезать можно. Нет, не сюда. Можно ли падать здесь без... Ну, практически нет потерь. Я буду этот путь несколько раз проходить. Поэтому лучше заранее это все делать. Фух, ладно, к боссу побежали. Что я помню? Помню прыжки, помню удары там слева-справа. В серии ударов. Помню яд, но до яда, наверное, не дойдет. В первый пробег. Тут можно еще было осмотреться. Опять же, повторюсь, что я здесь... В попыхах. Очень много скипал. Ээээ, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Я вижу. Это хороший. Это выносливость не было уже. Там лут еще меня заставил остановиться. Ну. Сколько кровавика. Вот, вот это вот лутец. Метко-отважного охотника. Отлично. Ну, это что-то вроде косточки возвращения. Не что-то вроде, это как косточка. И вот он, босс. Бромоглот. Может, с фантомом? Не-не-не, без фантома точно. Фантома я пользоваться не буду. Без фантома, пацаны. 15 хилок, 15 пуль. Можно, конечно, попробовать... Так. Я не буду пытаться делать парирование до тех пор, пока не изучу удары. Потому что это... Если ты от удара можешь увернуться, даже если не угадаешь точный момент по времени, то если не угадаешь при выстреле, да, при привыке парированием называть, то ты неизбенно получишь урон. Поэтому... Фух, что-то я волнуюсь. Ладно, все, поехали. Без блондина сейчас сражаемся. Без Б. Чудовище кровоглот. Ставь таргет. Удар рукой справа. Она как-то не очень... Что это такое? Слева удар размашистый, справа одиночный тоже какой-то. У-у-у-у. У-у-у, не, не надо так. Я увлекаюсь. Не надо делать серии, пока ты не понял. Вот-вот-вот этот вот удар мне интересен. сейчас будет вперед дайте я вообще пока ничего не понимаю ну вот серию пропустишь и хотя серию пропустить надо умудриться на самом деле без а и у нее еще после этого после этого чарджа 63 по снял драка не будешь торопиться удары поизучай не понимаю так это следующая фаза да у нас вот это удобно все что-то когда она начинает делать серию уходит справа удар до которого таргет так часто слетает чё делать не с этим часы чардж сейчас я когда можно вписаться ты больше половины хп снял но это еще не так отравление есть уже от удара а то есть в этой во второй фазе у нее появляется яд после удара а в третьей фазе получается у нее есть в принципе шлейф от яда сейчас чарджи будем очень простой серия руки предательски дрожать начинает простой это при заказе я пошел уже я вопрос как он пойдет о и этого я не видел так давайте попробуем химился если успеем полин капец я щас умрот да не успел кинуть то что неплохо для первого троя без хелпера вполне с настолько же ее довел чуть больше только снял слушать захват получается это какой-то удар может это тот от которого я от удара с правой руки это и есть захват потому что он и и одиночный я все время от него уворачивался и вот в этот раз не увернулся фух за сколько троев завалишь его горит не эксперт успокойся эксперт успокойся нет 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 я боюсь ну я думал что будет сложнее на самом деле то есть вот один из минусов третьей фазе в том что появляется некая смазанность в ну по крайней мере мне значительно сложнее стало угадывать ее движение может быть это конечно страх может быть это эффекты которые вокруг нее типа типа яда облачка вот это вот которая вокруг я уж не знаю по какой причине но по факту я на пропускал и пропустил и захват и пропустил потом серию этого надо скидывать тоже то есть проходить вот сюда вот потом сюда вот потом падать сюда да а это низ это дно уже тогда нет надо и просто пробегать мимо него это все мыло от консольного графона да можно кстати на третью фазу юзнуть смазочку на пуху потому что их у меня шутки их не тратил и в общем-то смазка может огненное мне помочь хотя опять же лучше конечно так если суммировать вообще что у нее по движением то в результате получается с чаржем все понятно работает на средней дальней дистанции в очень долгий замах ни разу не попадала это ок удар с правой руки он единственный который с правой который я помню начинался это судя по всему как раз тот самый захват уходим спокойно в прямо влево шажком в ста серия которая начинается с его левой руки это как раз он проводит серию атак не поворачиваясь то есть ты заходишь к нему с фланга он там проводит эту серию с четырех несколько не знаю сколько там ударов и можно еще побить по нему соответственно что-то было еще но я уже не помню поехали надо побольше времени провести в первой фазе вот что это не для того чтобы не было негатива по яду то есть пусть там фласки потратиться пусть но зато захват чапчу нет не чарчу захват сейчас начальше провоцируем на среднюю дистанцию но нет нет вот слева эта серия а вот это чардж был захват опять что-то я от захвата просто под руку ушел и все судя по всему тут можно скипать многие движения этот я не узнал вообще удар захват удар справа и это серия дальше деда ну ладно серия то бокс не что еще что еще что еще ты можешь захват опять чардж то есть тоже со своей правой руки идет чардж вперед а если поймать на вот так у тебя ну то есть сейчас когда изучили удары можно попробовать наверное уже готовится долин плохо я под переходную фазу ай а она еще быстрее начинает двигаться кажись захват че-то изи вообще ну когда да когда ты видишь ее движение когда ты вовремя когда ты вовремя стреляешь становится как-то поспокойней может реально ее просто надо ловить на ой слушайте а может ловить ее на типе атаки то есть если это не серия то пробовать вот вот если это захват то пробовать ее как раз законтрить так все третья фаза уже ладно давай попробуем а вот это вот захват что то не захватывается сейчас меня давай два хила слушайте я-то проходит даже в третьей фазе только если она тебя объявит а нет то есть ты рядом находишься хочу сзади видимо не надо находиться что сзади я до много ну чё поймаем тебя мы на чат сейчас будет нет не чат что это такое а это серия хилочку раза попробуй поймать его не они ними нет опять целью попав захват о это не захват хочешь я буду добьешься я попробую не торопись да хорош там осталось-то пара ударов но нет один удар один удар пожадничал я не знал что он еще взрывается блин вообще осталось такая как говорят ладно не буду говорить но на самом деле подход вообще правильный то есть все все нормально осталось только фласок забрать и пойти и убить дат я бы да все равно бы умер да какая разница ты босса убил так да поехали все на охотника бумагу же да надо попасть есть по 3 кстати бумагу бумагу просто жалко тестить если ты как бы много раз много раз бегаешь на босса то есть бумага заканчивается а босс не заканчивается вот а так то понятно что бумага мне просто значительно ускорит процесс приблизить приблизить необратимая жадина а чё жадина у меня одна хилка оставалась и не факт что размену одна хилка там хорошо бы еще было сделать хилку прожать таблетки и это надо сделать скипнув ну то есть увернувшись от пары ее атак то есть не нанести два удара которые бы хватило для ее смерти а скипнуть для того чтобы вообще неправильное решение было в последнем траве попытаться ее красиво добить с с через контратак потому что да это было бы красиво но я оказался мертвым панторезом а это не прикольно хотя кому как в общем иди сюда друг ой неожиданно поймал на прыжке не помню что чтобы так получалось раньше давайте с псов начнем ай забыл про тебя упырь хоть отхилялся полностью так один вроде согрелся иди сюда друг ну блин вот упырь второй тоже согрелся ха-ха-ха как же как же мне дороги сейчас побегут так один в отрыв пошел уже ой ладно активайся вы упыри а не ну тут а бус на самом деле они не могут пройти дальше поэтому можно если что да ёшки матрёшки на этот островок спокойствием ладно хрен с тобой ну возвращаться окей фонты дороже денег да ну хотелось хотелось взять и показать что как бы ты там со второго троя по чесноку босса ну у босса стоит заметить у нее нет у этого по крайней мере он попроще на мой взгляд чем ну вот прошлый отец который потому что потому что тупо движений движений у нее меньше блин как я вот ловить то его буду можем в общем то не ловить его не поймаем то есть вспомните охотника прошлого у него там три формы здравствуйте в каждой форме свои атаки и давай нападай да и вот он на этой серии продолжает поворачиваться ладно пузырьков вроде как уже норм хотелось бы побольше конечно не нормально с пузырьками все ок хп качает ты умрешь на следующем боссе говорит я до капа хп прокачал до 25 и пока думаю что не стоит тем более что то пулики я тоже возьму пожалуй этого упыря пульки пригодятся да без хп я думаю вам интереснее будет смотреть а то что пришел к боссу один раз с помощником там покривлялся потом один пришел результат почти такой же второй раз пришел один удар остался и туда пошел ну бас то есть вообще динамика очень положительная будет хорошо если будет босс который скажет Михаил задержись как здесь на 30 траве кап 50 там два капа насколько я понимаю 25 и 50 так может ничего не закупить давайте-ка я освобожу инвентарь от ненужных вещей да и молота в общем то не нужен конкретно в данном случае противоядие и ап на на пушку сразу сейчас пойдем можно кстати сделать ап при переходе с первой фазы во вторую потому что мне кажется что к третье оно точно спадет если я сразу юзну ты в ds тоже хотел без хп пройти с чем все закончилось но я танцовщица без хп убил все-таки все-таки убил так учитывая то что на руках еще есть 1450 душ наверное стоит еще пару класс купить может и души все равно уйдут хорошо 4 пласки 15 штук а сколько это стоило тебе это стоило мне огромное количество нервных клеток одну тысячу евро и даже не стоило я получал огромное количество эмоций и сейчас кстати спас на эксперта фактически от неминуемой гибели сам правда этого не знал но если бы мы определили какое-то окно как станцовщица знаете там три с половиной часа бармаглота убил бы я быстрее скорее всего ну сейчас конечно покажет результат конечный конечный конечно же но опять же чем дальше тем лучше стоит ли парировать или не стоит вроде как простые удары парируются без особых проблем наверное все таки стоит так это срез раз это срез два это срез трис да как то так надо сделать да я помню помню тебя за спиной голдрика за три часа это просто я не очень хочу подписываться на неизвестный знаете когда там есть инфа у вас там о боссе о том что он есть инфа о том что вот и себя мой персонаж представляет а я ни слухом ни духом это конечно тающая рулеточка поэтому собственно я и не стал сен эксперта даже начинать там какие то захожу опять эта музыка господи меня возвращает ладно в первой фазе не юзаю не юзаю попробую контратаками его или ее я уж не знаю кто это это движение узнаются ты понимаешь какое окно какая задержка у этого сейчас чарп той или иной атаки конечно значительно упрощает задачу так теперь мы ввязаем бумагу он сейчас в фазу как раз переходит я не смогу а если не что сделать по 123 урон ай третий фаз третий фаз вообще чур сделал взрыв яд хил направление пошло трека юзну блин блин жесть это плохо нельзя находиться за опять серия главное под серию не попадать еще камера так ладно давай попробуй да застрял я капец вот больше всего вот сейчас была очень неплохая попытка в начале то есть там 3 или 4 атаки мы его поймали хилок 13 всего 2 хилки юзнул но в конце получилась хрень то есть ну в самом конце меня вообще зажали но было пара моментов когда я просто не видел что происходит вокруг не видел какой удар и прочее стоп а где перекаты перекаты работают если таргет не стоит то есть перекаты здесь по другому юзаются вот ну нормально я правда не зафиксировал урон с руки без бафа ну сейчас сравним там было 123 и 596 если мне память не изменяет на на ну на этой атаке на контратаке 596 кажется сейчас будет повод сравнить а так то вообще спокойно увидел удар законтрил увидел удар законтрил да там до третьей фазы он сколько жил секунд 30 наверное да 4 пульки правда блин наверно лучше пульки сделать чем хп но там тут прожать в общем да 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 пёс пульки это хорошо пиуск у не в коем случае не надо заходить за спину там вообще жесть ни в коем случае не стоит пропускать удары на третьей фазе потому что там сразу отравление начинают с отравления начинать с паники В таком же принципу, как и в первой фазе. То есть уворачиваться от ударов и ловить на ударах. Ну или просто уворачиваться от ударов, чтобы не рисковать. Да таргет ставься! 496. Слушайте, а смола-то не такая уж и крутая. Ладно, хрен с тобой. Опять, да? Да что ж ты будешь делать? Это таргет... Я его так люблю вообще. Это таргет. Таргет и стики. Вот две мои слабости. Опять 25. Ага. И ново. Я не поймал на вторую атаку его. Окей, получилось. Стук 514 вот. Что это такое? Ай, сейчас рыжий будет. Давай, ладно. Продолжаю пытаться поймать тайминги и ловить его на... А может еще пулюк сделаем, а? Ой, плохо. Хотел отъесться. Получил отравление, блин. Опять, серия. Короче, его атаковать, тогда, когда он делает серию, вообще не комильфо. Потому что ты вынужденно заходишь за спину. Да нет, это не та страта, короче. Это не та страта. Ладно, успокойся. О, души. 11 штук. Да, Витя, отходишь ты ему за спину и неизменно проходишь по этой... Ой. С одной стороны отравился, с другой стороны атаку. Давайте я противоядие ее зну все-таки. Он сейчас третью фазу пойдет. Я должен быть к этому готов. Хреново на самом деле. Хреново. Давай попробуем его ловить все-таки. На атаке. Что-то взрываем. Поймал разок, получил отравление, правда. Поймаю еще и будет хорошо. Филка. Нет, рана. Капец, рана. Воу, воу, воу. Блин. Чуть-чуть еще. Хилка. Захват. Не надо, не жадничай. Два удара осталось. Спрячься и подхиляйся. Два раза. Не жалею. Красиво. Да! 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 На, скотина! Что, с третьего раза получил? Ну, с четвертого получается. Клево. Чаша к ту миру. Ильдар, скажи, а за сколько ты думал, что я пройду? Я думал... Я думаю, ты меня недооценивал, да? Признайся честно. Ну, понты в конце сработали. Мне нужно было один-два удара по ней сделать. Я прям... Тут три противоядия. Зато с кешкиш. Я прошел его так же быстро, он легкий. Ха-ха-ха. Хорош. Да, ну я не сомневался. Так, надо понять, куда эту чашку ставить. У нас есть чекпоинт. А вообще, я бы хотел вернуться немножко назад по этой локации и посмотреть... Я же там наскипал дофига всего. Ну, чашу, наверное, в городе кому-то сдавать или в храме. Здесь я не осматривался. Чашу ставить по сне охотника. Угу, понятно. О! Ничего себе. Перетаилась. За деревом. Далее, кстати, еще две вот эти вот единички. Прозрение, не прозрение. Опять. Сзади, кажется, что там горело. Мне показалось. Да, там лук горел. Тут много чего горит, но тут лук валяется. Да, холодная кровавая роса, окей. Из чашки во сне охотника пьешь и в локации на выйдешь. Понятно. Пьешь и идешь. Этот босс, как и локация, не обязательно для прохождения. Ну, ой. Пьешь. Добро. Столько уже ингредиентов для крафта. Пушки, кроме тростин. Ну, это базовый ингредиент для крафта. Там я лут собирал. Там тупик. Здесь тело без лута. Здесь я вроде проходил. Ну, то есть, я внимательно проходил. Я вот про что. Эту дурочку убивал. Ну, слава богу, на серию-то хотя бы хватает урона. В подземельях еще 20 боссов. Особенные пушки. Там со временем боссов сложнее и сложнее. Круто. Ну, я не знаю, когда и пойду ли я вообще в подземелье. Но, конечно, интригует. Наличие вот такой особой локации, где... Так, это я попробую тоже забрать. Потому что... Добил? Добил. Гурдала, которого я скипнул в самом начале. А из этих осколки, видимо, фармить надо. Можно. Так. Ты всех боссов будешь проходить или скипнешь? Лишь половина боссов необязательна. Ну, так же, как, наверное, и в Dark Souls. Половина боссов необязательна. Я не знаю, у меня плана определенного нет. У меня плана определенного нет. Ой. Мне казалось, что здесь лесенка наверх. Какая лесенка? Ну, лесенка. В другой стороне она. Надо было, наверное, к костру сзади вернуться. Тут пока по этой лестнице заберешься. Столько времени проходит. Так. Есть экспа на один левел? Точно. По грейдам пушки можно сразу на плюс-3 сделать любую новую. Например, пилу на ловкость. Но мне кажется, что это не тот. Не тот, чем я хочу ходить. С пилой я на силу ходил. В принципе, ее в механику чуть-чуть понял. Тут говорят, что очень много боссов может врут. Хорошо. Проходи сам, как получится. Есть очень интересные боссы. Главное, не тратить озарение. А на что его вообще можно тратить, кроме хелперов? Я-то без хелперов собираюсь. Я хелперов вызвал только потому, что какая-то штука из-под земли горела, и я на нее тыкнул иксом. Думал, что действует правило консоли. Press X to win. Но выиграть мне с ним, как вы понимаете, не удалось. Так, во-первых, левелапчик. Пожалуйста. Стойкость. Сколько мне выносливости прибавит? Единичку. Физическую защиту неплохо. Сопротивление отравлению даст. Можно ловкость модификатора. Да, давайте я ловкость модификатора буду увеличивать, раз уже затачиваемся под это. Шмотки иногда на них можно покупать, а если не тратится озарение, то игра меняется. Ну, я не буду тратить тогда озарение, раз игра меняется. Это был уже диалог. А нет! Я скипнул диалог. Про Чешу рассказывают как раз. Может, он про этот город и рассказывает? Ну, я скипнулся. Одной из святых чаш поклонницы деревушки, расположенной в долине. Город-чудовище. Похоже, это она. И была. Когда у тебя здесь список озарения, открывается дополнительный магазин. Да он уже открылся, надеюсь, углом, как выяснилось. Но там, в тот момент, когда я приходил, не было ничего интересного. И до сих пор ассортимент, судя по всему... А, это зазарение. Да, но нет. Блин. Черт. Ладно. Так, Чашу, говорите, да? Ставить куда-то нужно. Для проведения ритуала необходима чаша предков для короткого ритуала. То есть, на какой-то из алтарей нужно поставить чашу. Используйте ритуальный алтарь, чтобы провести ритуал создать подземелье чаши. Или отыскать подземелье чаши, созданное другими охотниками. Вот, ритуал чаши, получается. Провести ритуал чаши, чтобы создать подземелье чаши. Найти доступное подземелье и поиск. Чаши, говорят, не очень. Чаши, говорят, скучные. Причем можно возложить на несколько разных ритуальных алтарей. Первый, второй. Ну, насколько я понимаю, это необязательные вещи. И можно это пока... Пока что отложить до лучших времен. Пилаштык. Не, не хочу это сейчас тратить. Еще ингредиенты. Давайте попробуем по прогрессу. По прогрессу, скорее всего, надо куда-нибудь отправиться, типа, либо в соборный округ, либо в старый Ярнам. Ярнам. Соборный округ, скорее. Там была одна закрытая... Может, открылась? Чаша равно фарм. А тогда я скипну точно. Давайте по основной сюжетной пойдем. Дополнительный материал, который усилит в ртутные пули, пепел костного мозга. В соборный округ тебе говорят. Ну, вроде я сюда и пришел. Женечка, ты двери закрывай за собой, хорошо? Бери кота. Да она ленивая, она не уйдет сама. Не-не-не. Кот устал. Так. В соборный округ. Ну и, собственно, здесь я и нахожусь. Выходил сюда. Милая старушка, которая была спасена. Так и хочется замочить ее. Прям вот еле сдерживаюсь. Тут, насколько я помню, насколько я помню, очень коротенький такой проход к воротам. Я понял тебя. Да, хорошо, что тут. О, нормально. Тут еще выпадают пузырьки из них под две штуки. Вот, а наверху было закрытое ворота. Собственно, они, судя по всему, так и остались закрытыми. Ай, второй удар, а тебя я не ожидал. Ну, отхилялись довольно быстро. Не, из них лут негарантированный выпадает. Увы. Но тут по-прежнему закрыто, судя по всему. И мне не сюда. Закрытое устройство. Там переключателей нет. Так. Посмотрим, может, что открылось в самом соборном округе. Пули не юзаешь, юзаю. Но редко. Но на боссе поюзал весьма успешно. На прошлом. Так, вот сюда, кажется, я не ходил. На право выход из соборной. Тут. Рычаг. Лифт. Поехали. Всем добрый вечер, кто недавно присоединился. У нас Bloodborne, третья часть трансляции. Опа. Блин. Там псих с четырехствольным пулеметом. Давай, стреляй. Фанатик. Пока он перезаряжается. А, это тоже на коляске. У них, видимо, какая-то каста. Ртутные пули. Ну, у этого, конечно, пробивная способность в разы выше. Причащение? What? Причащение. Или это жест, может, какой? Нет. Увеличивает максимальный объем пузырька крови. Максимальное количество пуз плюс один. Типа, как осколок эстуса. Понятно. С лифтом можно спрыгнуть на половину пути. Ну, кстати, это тоже отсылочка к Dark Souls. Ой. Там сверху стрельба. С двух... С двух орудий. Там не такие, конечно, прошаренные стрелки. Да ёпперы сеттен. У них на втором этаже лут ещё. О, Господи. Так, раз, два. Ё-моё, сзади... Ну, я чувствовал, что как бы попахивает гуфом. Но не знал, откуда он придёт вообще. Я слышу, сверху по мне продолжают стрелять. Ой, это кто? Опять пулемётчик. Ну, нифига себе вы даёте. Добро. Ну, вроде откатили. Ой. Сейчас от часа не легче. Иди сюда. Ай. Ожадничал. Нет, не успеем. Успел. Так, два пузырька. Надо вниз спуститься, техпыри проучить. Четыре пули. Отлично. Уведомление о стриме на андроиде, похоже, срабатывает ещё раньше, чем на сайте. Интересно. На сайте делали искусственные задержки. А уведомление в приложении... Оно работает напрямую с API, минуя как бы сайт. Ну, то есть, вполне возможно, что там просто... Ах, не успел. Блин, хотел отожраться, но... Получилась ерунда. Так, сундук. Довольно много лута. Вот, когда мы заходили в эту башню... Не башню, а... Вокруг ещё можно было бежать. Снаружи именно. Может быть, там что-то интересное есть. Самоцвет оттенка крови 2. Слушайте, а не могу ли я поставить? Самоцвет оттенка крови 2. А тут не показывают эквипнутые, что ли? Ой, тут седьмого... Кровавая атака 12,6? What? Стоп, это, наверное, на пушку. Ну, какие-то хорошие бонусы. Качественные пошли формы самоцветов. Надо будет проверить в мастерской. Что это за зверь такой? Куда его можно поставить? Ну, кажется, это характеристика как раз для огнестрела. Зачем искусственные задержки? Объяснение там довольно просто. Чтобы при кратковременных запусках трансляции, при, например, тесте каком-то или при кратковременной потере коннекта большому количеству пользователей не отправлялись там имейлы, уведомления и прочее. То есть, тот же самый стоп-старт трансляции у Поми, ну, или у любого другого стримера, не приводил бы к повторной отсылке уведомлений. Скорее всего, в этом... Да, я понял, что это была ящерица, я понял, к чему это все ввело, но я становил себя евреем, потому что... Ну, потому что я бы сиганул и гуфнулся просто. Это понятно. Можно, кстати, проверить, будет... Лут мог остаться. Когда я в следующий раз сюда приду, лут может меня ждать с нее. По-другому на третий ярус, вроде как, этой башней мы забраться не можем. Опять пулеметчик. Один с мечом. Ладно, поехали. Не, он с огнеметом вообще. Так же, я люблю таргет. Ну, тут простые враги. То есть у них хп немного. Воу-воу-воу, еще один, что ли, подоспел. Вот такую пушку можно взять. Там газовая горелочка модифицированная. Пасто. Ну, очень эффектно. А, ящерка не умирала, она по звуку вниз убежала. Такая досада. Значок охотника с сияющим мечом. Кстати, такие значки, как мне объяснили в прошлый раз, 28, осколков кровавика, с ума с этим, дают дополнительный ассортимент в магазине. И сияющий меч может быть реально чем-то ценным. Надо будет посмотреть. Так, что-то не нравится мне эта дверь, эти кувшины, ваша розовая корточка. Я устроюсь тут вандалом местным. Этим вазом, между прочим, там 2000 лет. Кто-то не знает. Закрыто. Просмотр знака. Может, мне что-нибудь расскажет тут? А, расскажет, как чувак убегал и упал. Душераздирающая история. Косматос, привет. Так, неужели я пришел... Незачем. Это странно. Это очень странно. Да, я пришел оттуда. Сейчас пойду, может, все-таки можно как-нибудь сигануть. Главное не повторяю. О, вот лут. Пустая, холодная кровь. Шесть. А шесть это качество, да, получается, а не количество? Я бы тоже дверь закрыл, если бы человек с ружьем у меня по двери стал все ломать. Да. Да. Все разумно. Я, кажется, и направо не ходил сюда, не проверял. Что это здесь такое? Небо и космос едины. Хор. Ну, ладно, ничего не остается, кроме как вернуться. Кстати, я могу вернуться сразу в город. Через меточку. Потому что путь не близкий. И мне бы левел поднять, проверить ассортимент в магазине и проверить крафт пушки. Ой, не то. А метку я не могу тогда юзнуть. Понятно, понятно. Окей. Стой, черт, все пропустил. Нам нужны глаза. Видимо, не хватает мне этой характеристики, чтобы увидеть нечто... нечто важное. Там локация внизу, говорит Шанти. Ничего страшного. Есть ли выход у нас еще один из храма? Такой вопрос меня интересует. Нет, похоже, это единственный нехоженный. То есть, прямо тупик. Слева мы все обшарили. И действительно, надо будет вернуться... Давить? Да, тут в остальных местах тоже все. Хорошо. В сон охотника возвращаемся, как я планировал. Потом... Вы прогнесли с лифта? А, да, там же еще лифт. Надо внимательнее. Потная одежда. Обычная. Обычная. Я желаю левел повысить. Ловким хочу быть. За шесть косарей. Так, ассортимент смог появиться здесь, насколько я понимаю, да? Давайте посмотрим. О, священный клинок Людвига за 20к. На силу. Ну, он появился, наверное, после того, как... Хотя, не знаю, куда он появился. Может быть, это как раз из Амулии появился. Забиватель Кольев тоже на силу. 18 силы. За 8к. Блин, где девайсы на ловкость? Ё-моё. Так, а как посмотреть, показать? А как хитрое оружие, которое используют охотники церкви исцеления? Говорят, серебряным мечом пользовался Людвиг, первый охотник церкви. При трансформации он соединяется с ножнами, образуя двуручный меч. Его конструкция несколько отличается от обычной изготовленной серебра. Это значит, что церковь готовилась к нашествию иных чудовищ. Опять я вышел слишком далеко. Ружьё, штык я в осознанность скипнул, потому что нужно пару статов в оттенок крови. Да и вот Забиватель Кольев, это тоже стренджовая история такая. Хитрое оружие. Изготовленное... А, это досталось нам после того, как мы убили того стрелка сверху. У него такая же была тема. Изготовленное еретиками в мастерской пороховыми бочонками бывшего охотника джуры. Забиватель Кольев... Кольев, не Клинков. Необычайно сложной конструкцией. С его помощью можно яростно вгонять Кольев вплоть в врагов. Забиватель Кольев позволяет носить тяжелые раны, однако не просто в обращении. А его владельцу из Вим, но это не должно волновать простого порохового бочонка. Так, ну и в общем-то, кажись, по пушкам-то это все. Ну, молот-меч тоже стренджовый, а все остальное это практически базовый набор. Увы. Опа, огнемет появился. Огнемет. Особенное оружие, которое используют некоторые представители церкви исцеления. Изрыгает жгучее пламя посредством ртутных пуль, в особом составе которых есть кровь. Далеко не самое эффективное оружие, но иногда море огня это то, что доктор прописал. К тому же чудовищем ярным, а очищение всегда идет на пользу. Окей. Ружье Людвига. Ммм. Ммм. Плащер-схититель гробниц. Что-то новенькое с очень хорошим резистом от тайных повреждений. Надо запомнить. Я, кстати, под босса отделся в сет, который дает резисты под яд. Его, наверное, имеет смысл поменять на более универсальный сейчас. Стандартный, так скажем. Почему-то решил обугленных взять. Потому что физическое хорошее, но остальные что-то просаживаются. Ладно, и так сойдет. Терпи до пистолета крутого. Да ладно. Нет у меня терпения никакого. Посмотрим сейчас, можно ли что-то из... Из самоцвета всегда впиндюрить. В нашу трость-хлыст. Что-нибудь хай-левельного. Хрена сдава. Не получится. Не получится, не получится. У тебя ничего. Тут нет просто в списке этой формы. А в пилу штык. Тоже не так. Ну, прогрейдить я тоже трость-хлыст не могу. Мне еще не падают вот эти вот одинаковые осколки кровавика. Ладно. Что ж поделать. Бутылки есть. Метка охотника. Переключаем огненную бумагу. Кстати, можно убрать вообще. Взмите в какие-нибудь камушки. Чтобы агрить пацанов. Тут чинить оружие надо, кстати. Да нет. Соборный округ. Джокер, привет. Хакер, Джокер, Уолкер. Всем здрасте. Прогрейди пистолет. Нет, у тебя 20 штук апгрейдов. Да там не в уроне дело пистолетом. Насколько я понимаю. Пистолет у меня используется исключительно для того, чтобы контр-атаки делать. С основного оружия. И, в общем, я лучше оставлю... Я лучше оставлю. Так, нам же направо с вами, да? Да, направо точно. О-о-о-о-о-о-о-о-о. Чуть не сиганул. Хотя, может, тут не высоко А, он наверх вообще Скорее всего, было высоко Не понял Я даже не увидел, где там можно спуститься Раньше А, вот Я теперь понял Причем, кажется, там даже есть еще один Отлично, Михаил, у тебя почти удалось С третьего раза получится Хорошо Ух ты Попробовал бы спрыгнуть Ты же бессмертный душ, всего 150 Да зачем? Загрузка на PlayStation 2 минуты Ладно, секунд 15 Но раньше было 40 Что вы хотите, чтобы я спрыгнул? Я ведь спрыгнул Сундук вижу Ничего больше не вижу Вот справа вижу Что-то, похоже, на часовню какую-то Даже церковь, я бы сказал Бесформенный идон What? Бесформенный идон Увеличивает максимум ртутных пуль Где-то еще нужно эти штуки юзнуть А я не могу их прямо сейчас юзнуть Сосуд танца-посланник Ёпрес Каждый раз что-то Чем-то меня тут Не, использовать я не могу Аксессуар, который носит Короче, ассортимент магазина Должен был еще Обновиться Кольца можно менять только на базе Какие кольца? А, это кольца называются Так, ну допустим Я зашел сюда Взял ништяки Увидел, что Снизу А, это собор, в общем-то, да Тот же самый собор Просто я спрыгнул В рамках текущего здания Окей Ну, должен быть спуск Где-то Я его пропустил, явно Спуск Дверь Да, вот он Уху Больно, но По-другому только через косточку Так, но мне все равно Насколько понимаю Сюда На лифт и дальше Где-то там вниз спускаться Руны только если есть Инструмент на вставку Вроде нет Сейчас вот здесь Внимательнее нужно искать место Где можно Пойти на дно Да, ты слопок Но если такую очередь словить Мало не покажется Пуль уже 20 Но тут стреляющего еще немного Супостатов было, поэтому Я не буду сходить внутрь Да потому что Да Лучше с этим упырем Сначала я разберусь Потом с этим упырем Разберусь Помню, что Справа двое Слева еще был один Причем это Ой Черт, я его не услышал просто Просто не услышал Ну честное слово Подлиптов там вроде Говорил как-то падать Но вот я Этот ярус-то проверил Который на лифте Между Вон там тупичок Ну сейчас я поднимаюсь Исключительно наверх Оооо Ну вот Наполучал Тихо-тихо-тихо Таргет поставь Отлично Сейчас меня коллега запинает Реально запинает сейчас Ну я сжал И раза два таргет На улице Горит спуск Где ящерка Понятно А, на улице Ящерка-то вообще На втором ярусе Кажется Или вот здесь А, вот оно что То есть я мог за ящеркой Реально прыгать И не убиться при этом Вот это новость Ладно, внутрь не пойду Соответственно Идем на дно Тем более, что Вроде это единственное место Куда я сейчас могу пойти Вот коллега Ну добей уже Таргет Ну прошу тебя Она уже не двигается Она ждет меня Ооо Два одинаковых Оскол кровавика Это уже на плюс Четыре ингредиенты Еще одну такую штучку И у нас Трость Хотя я не хочу Трость эту грейдить Блин Потому что хочу Потестить новое оружие Хотя Может быть Если они начали Выпадать сейчас То попрет Я же видел Кого-то справа Оказалось Может он спрыгнул Наверное спрыгнул Там кажется Был тот же самый Паучок Так Ну что Тут люди падали Что-либо Понятно Не спеши прыгать И смотреть Да-да-да Тут спешка Вредна Вижу лут В разных местах Совсем разных местах И тут люди тоже Осматривались Как видите Смотрите Осматривался Осматривался Хопа И перекати Перекатился Что мне интересно Мне интересен Вон тот лут Для того Чтобы К нему дойти Нужно наверное Упасть вон туда На одну из балок Ну не сразу А Блин Я не мастер Конечно Этих Ладно Давай А грешни мастер Чистенькая Чистенькая Ой Никогда не получалось Такие вещи делать Чертов стика Вот На клавиатуре Стрелку зажал Профит на честном слове стою ап цилиндр посланника цилиндр посланника от прямых атак защиты 70 что за описание это шляпа который ностахотники любяща это цилиндр цилиндр посланника нужен это не тот это предмет не на голову надевать вот цилиндр шляпа который по странности так любят посланники это особая шляпа отличный цилиндр украшает голову любого джентльмена из ярного обитателей пня кажется интересует украшение Почему бы не позволить им быть счастливыми и наслаждаться как дети? Тоже что-то должно появиться, наверное, в магазин. После нахождения этого предмета. Ладно, я постепенно спускаюсь дальше. Вроде путь только один. Это для посланников. У них есть колодец во сне, где ты им можешь подарки дарить. Слушайте, там прям дно-дно. Единственное, что я вижу, это последний лут вот здесь вот. Но я надеялся, что здесь будет какой-то дальше прогресс. Или я просто не вижу, может, факел взять. Мне так не хочется на дно. Там темно и холодно. Не, ну там есть дно. Знание безумца. Ну что, юзаем. 18. Ну, видимо, до 20-очки надо дотянуть. Михаил, дальше-то куда? Тут и там, и там высоко. Просмотр призрака. Был человек. Готовился к прыжку. И... Уху! Вот его судьбу повторять не надо. Выпил, во-первых. Кажется, прыгать надо направо, потому что справа как раз есть какая-то... Какая-то еще конструкция, на которую можно попасть. Ну, сейчас темень такая... Я верю в победу. Ха-ха-ха! Так. И кто-то внизу рычит еще. Ох, как это опасно! Кто там, пес? Да, там вроде обычный пес. Ладно, давай, тут невысоко. Две хилки, правда, только. Вот, им необычный, кажется, пес. Обычный так не рычат. Гасите свет. У него таргет не ставится. Это NPC, наверное. Здравствуйте, добрый человек. Ой! Это... Да вот что за ереста, ну... Нет, какое-то слоу почта, в общем. Что ты делаешь? Воу! Молодой дракон. Ай! Ну, урон у него хорошенько, конечно, особенно от серии атак. Я считаю, что это нечестно. Что мне не дали его бэкстебнуть. Воу! Застрял. Выпей пару раз хотя бы. Ах ты, скотина, а! Я бы подошел к нему. Хопа и хопа. Чудовище дали. Чудовище какое-то. Господи. Чудовище. Это тоже, кажется, great. Да, чудовище. Усиливает эффект временного превращения? Откройте. Слава богу. Я узнаю эту дверь. Она не открывалась с той стороны. Ничего ты не узнаешь. Этой двери не было. Красный фонарь, постучи. Узнавай, как дела. Сумасшедший дом какой-то. Третий раз можно? У меня фласок нет вообще. Вообще нет фласок. И тут как бы... Ну, вижу пса, вижу чуваков с вилами. Вроде стандартные. Но их трое. Вижу вот справа. Еще двое. Сильным ударом сразу встретил. Ах ты, скотина, а! Чуть-чуть отъелся. Чуть-чуть буквально. А, ну тут пузырек выпал. Хорошо. Травить правильную корцовку будешь? Нет, конечно. Что это? Кто-то с мешком. Был. О, ничего себе, какой он плотный. Что-то у него здорово. О, какой урон-то! Это новый. Там за удар третьих хп. Вообще. Знаете, главная проблема в чем? Мне сейчас вот по этой башне вниз опять идти. И это капец. Я его на второй. Опа! Что, меня поймали, что ли? Я в мешке? А, я, типа, здесь скорее... Ну, тут многие, типа, умирали. И это вариант, типа, не смерти, а какое-то ответвление идет по сюжету. Тюрьма. Оружие забрали. Не, не забрали оружие. Яргул духовная деревня. Ну, Кэп подсказывает, что... Что мы разберемся? Так, сзади фонари. Стенка. Первое, что напрашивается, конечно, это проверить... Какие-то фейковые выходы. Но это было бы слишком... Просто. Возможно... Открыть дверь. Я помню, как в какой-то старенькой игре, то ли Ларри, то ли еще какой-то... Тоже похожая ситуация была. И там реально из тюрьмы нужно выбираться путем какой-то сложной последовательности действий. Там с логикой, с проверками всякими. Но я никак не мог предположить, что из тюрьмы можно выбраться, просто открыв дверь. Густая холодная кровь. Безумцы без продуха вершат тайные ритуалы, пытаясь принять луну. Раскрой их секреты. Безумцев. Секреты безумцев. Там был в одну сторону выход. Я сначала здесь на дне попробую. Милостивые боги, помогите мне. Во имя Церкви Исцеления, освободите нас от этого кошмарного сна. Похоже... Бешеная холодная кровь. Привет. Пожалуйста, оставь меня. Не убирай меня. Пожалуйста. Пожалуйста, держи меня. Не убирай меня. Пожалуйста. Ты не хочешь выбраться отсюда? Тут двери все открыты. Пробовала? Странно, она со мной не разговаривает. Где он тут врагов нашел? Тут как будто со стенкой что-то не то. Говорят, что сейчас я не могу ее спасти. Нужно нужны особые шмотки. Ох! Ладно. Кстати, откуда-то 19 стало... Как он называется? Господи, надо запомнить. Озарение. Озарение. При 20-ке вроде как... Что-то должно принципиально поменяться. Музыка такая. Что вы хотите. Все могут выходить. Хочу брать. Черт. Какой бас там поет. На заднем плане. Ох, их-то двое. Как минимум. Блин. Хороший вокал. Да я вижу лот, но я что-то вообще... Давайте сюда попробуем выйти. Может это какой-то обходной вариант. Блин. О, боже. О, боже. О, боже. тревога поднять щиты беги быстрее давай ну ты-то попадай но это обычный двое трое 6 пузырьков крови отлично понятно там про белую версию что ж ты вовремя то не поддержал белую версию была реальная возможность ее пустить вход что не прочитал новость не увидел тебе все равно как развивается сайт вот из-за таких как ты сайт синий где твоя гражданская позиция где-то был когда вопрос решали вот твою шметь и там половина хп сразу за удар просто хоп и половина кто это такие причем они где-то а появились новые публикации что я боюсь двое на бэкстеп сильно привлекательный да нет там еще какие-то касты ёпрст это вы успокойтесь как бы второй там не пошел обходить меня что на позиции не вернулся стало быть он где-то ой так давай без без рук нет у а вот и второй да не злые так я могу заблудиться я жду так давайте по одному хотя бы по одному ничо си да жесть нет ни не не надо было биться надо изучить их потому что они опасны так так уворачивайся да я попытался там пару раз что-то не удалось ладно хорошо любопытно где я я что в тюрьме должен появиться дверь открыта не парятся не закрыванием дверей вот три бутылькам там лут мы подобрали причин мне туда не пошел а какая разница и так это нет если как раз и пошел а у тебя мои души да паскуда отдавай три косаря камешек тех наверно нужно вловить все-таки на пульки и что хп у них дофига сразу учиться их контрить пистолем бай эгоист активировал премиум на канал ой 2 раз уже ловлю эту хрень причем она прилетает как неожиданно даже стало внезапным села нет попробуем получилось не получилось что дела и должен быть от задрал ты стрелять не вовремя но что вообще со спиной сильным ударом лучше бить просто такой не поворотливай у тебя тоже не шибко удар сильный он медленный напугаешь что он делает да как лучше офигеть то есть он сделает замах и ты уходишь а он доводит удар в твою сторону мешком мешок не так просто так ладно лови на тот момент а тут много возможностей для атаки на самом деле просто надо не надо езжать бутыльки ни разу он не медленный не он вообще медленный смотря конечно с кем сравнивать но по мне так он очень медленный так у меня снова по нулям все хорошему бы надо подсказки еще есть кстати бой сильного врага помню фокус на уклонение бойся засаду помню контратаком помнили по мне я уж не знаю ай хорош у кого мы идут да прикрой мне кажется кажется душу будут известно у кого либо они будут здесь валяться либо их уже а вот он сидит гопнет смотрите сидит глазами сверкает ладно это проще конечно кажется там сагрился уже чувак а вот идет да блин я уже третий раз я ловлю эту хрень меняли давай просто что меняется когда он это новое что-то я не помню с ноги его вторая стадия сейчас увидишь насколько он медленный но вот это как раз она и была и в прошлый раз тоже она была хилочек то нет да 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 хилочек нет это проблема вот те шесть хилочек которые были подкинуты это нельзя было с ними так расточительно расставаться сейчас придется лови на выставку когда удары летят тебя да учитывая наверно скорость атаки надо сделаем просто стрелять под пульки есть да я бог видел я уклонялся сейчас я остался без кп блин и с двумя противниками на на расхват мне бы таргет подставить все понятно поиграем прощаемся с душами жалко не чушь поделать если ты кривой фух это сложнее чем прошлый босс думал я пробежать просто мимо этой мадамы как прошлый раз развернуться и уже там как-то собладать видимо надо делать какой-нибудь перекат сразу для гарантии мощным ну ясно я ожидал что она меня все-таки добьет рассчитывал на сплэш но и наверное имел смысл переключиться в альтернативочку для того чтобы и вторую задевать чтобы она не атаковала тебя было бы правильно интересно чтобы я был чтобы было если бы я не попал в плен то есть пошел бы сразу по этой улице дальше там лут виднелся там все хорошо ну как хорошо вероятность того чтобы я там гуфнулся на этих новых рагах довольно высоко я первого там да твою это капец я уже даже знаю дело перехват умудряюсь да переключи ты таргет ну этот сбоку вот обошла капец не ну можно выманить ее как-то так в прошлые же разы ты делай перекат позже вот и все она же не сразу на тебе кидается а спустя доли секунды поэтому это не хай-левел лока как по мне ну то есть тут есть урон конечно повыше но тебе своего урона хватает для того чтобы их там за серию убивать ну кроме ну кроме тех чуваков которые с мешками но тебе не хватало урона за серию убивать тех крупных которые были а и 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 взрыва и какого дамага вокруг то мы можем его неплохо так где-то четверть хп я у него сниму за сериум мишка фиста бить во время баффа круто когда он получает дико количество урон от да попробуем сейчас не только что только что эта мысль пришла за секунду то как ты отправил сообщение бабки даб ну пробей еще пару раз пару раз слава тебе господи хоть с этим справились а так камешек патроны пока еще есть трость о там еще один лут я пропустил а вдруг хилка эти кого я обманываю откуда здесь хилки не ну мало ли ой нашел хавалайн смайлики же жал и камешки камешки бесхозные камешки фух ладно мешковит и мешков есть конечно опция пробежать но учитывая то что мне с ними я не вижу вообще не слышу шагов не буду подходить слишком опасно более того я не знаю как я с двумя буду сражаться это будет на прокачку трося не накопилось нет выпало всего два осколка из трех необходимых но трость я не хочу апать вообще я хочу посмотреть на новые пухи их ну получу я там не знаю процентов восемь урона стоят без контратаки конечно я урона нашу мало несерьезного похоже на уешечку в общем что идет не идет у шаги есть но непонятно возвращается назад или возвращается надо что попробует добить его так пока второй думает отлично минус один фух через стену еще колдует ты не извини пока делаешь контратаку это да но если там ауе сразу после этого зайдет то есть что будет так мы сможем ли мы к этому зайти сбоку почти получилось не получилось а это уже вторая форма которая скипнул до благополучно вообще я ждал удара с правой руки и на этот мешок не обратил блин внимание ждал чтобы сделать выстрел не сделал выстрел и все до свидания вообще жесть этого с другой стороны до этого скорее всего надо было с другого края обойти вы правы 5к до 5к это мелочи даже на левел не хватит мешок конечно да удивил пробегает одна и уходит куда-то типа да дальше я помню немножко выжду чтобы с этой в одиночку с родиться я не хочу с небольшим количеством попытки просто жить понимаете и не получается жить а вот отжор просто джор и профит столько камешков я здесь не собираю знаете это так убиваем этих троих вижу глаза горят у товарища который он верни мои 5к 5300 и внимательно о чем пошел то что пошел то кого здесь нет кажется я спалился да ё-моё я хотел отожраться максимально да ё-моё я не вижу этого удара с ноги дай почему так быстро в эту форму перешел во время перехода по нему 46 блин наносил жесть на быстрые слоты их ставь и кидаясь удобно что делать камешки вообще я думал они привлекают только внимание конкретного врага урон не наносят жить здесь уже у таких казалось бы стандартных мобов набор из движений приличные захваты удары такие серии сяки с ноги с мешка с руки это блин ладно давай сразу меня нет уже выбора здесь а я держал я жал пацаны я жал я жал но я жал уже в процессе последнего удара поэтому была проблема в результате хапышечки нет ухо лежит тут душ можно прилично подфармить единственное что мне хп даже на один удар того не хватит идет 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 бежит даже кажется же возвращается назад так хорошо страшно пацаны страшно может косточку не-не-не-не-не я уже почти выбрался отсюда не понял то что на меня смотрят автор сагран типа и стоит м и к этому не подойду от того отхвачу ой им знаете замки не нужны вообще на дверях вы когда такие тюремчики ходят с мешками нет раны а я просто не видел эту ногу я видел что у нее корпус там поднимается уже в последний момент эту ногу пятку летящую в нос ли ты увидел какая грязь просто грязь может реально забить и это самое туда спуститься и попробовать хотя бы одного в городе убить а потом уже как-нибудь с тюрьмой просто чувствую что если еще после этих двоих будет еще там пачка таких мне придется что же так без флоск убивать он этот раз ты решила ой оружие на износ нет не надо так было делать да потому что да да хорош добрые ударами через r2 они станут чем там замок довольно долгий да давайте сейчас я восстанавливаете 8 к и на косточке отсюда свалим и чтоб души и чтобы подлечиться и чтобы вообще прогресс был а почему оружие на износе начинают меньше урон наносить вот в чем дело но я этих убивал с трех ударов сейчас пяти идет тюремчик все поиграно до свидания капец на косточке ты не уйдешь говорят да нет уйду кажется теперь догадываюсь что значит фраза сбежать из тюрьмы мне кажется надо будет просто бежать ну понятно что можно взять пилу штык так а если инструменты для починки ну мало ли блин фух ладно меняя пушку всяко будет больше урона наносить какая грязь а и 10 косарей вроде как пробегать нужно и вроде как не пробегается не поразительное терпение мне скорее всего надо будет час очень на этих четырех ударов час убиваем всяко лучше чем 6 до надо просто валить мнение можно самом деле с этой кушке попробовать их тоже поубивать пули пока есть двое идет причем можно было попробовать его их обойти вообще сейчас ну ясно так еще разок поймай его спокойно хорош 1300 за них дают молниевая бумага вот это видимо да видимо заряд когда зарядка к оружию на молнии так теперь второго мы как обходим он как стоит он с этой стороны листой похоже и оббегаем тут будут валяться еще несколько упырей три человека он может час агриться на меня просто потому что я тут шумлю не он стоит на месте так второму сильным ударом со спины и бэк стабим надо правее брать пробовать ли его щас добить я думаю не пробовать бэк стабим о а нет не успел вообще а дичь я не наношу по нему серьезного урона то есть бить его вот так вот серии это забей просто забей 13к до 14 уже ладно ну хорошо хорошо что у нас есть замена на пушку это очень классный урок учитывая вот во первых для того надо периодически чиниться во вторых да я думал поймать его на выстрел но как-то стремно было с таким количеством ну хитов и у него и у меня думал сейчас я увернусь и добью хрена с два даже нормальное количество хп снять не могу шаши 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 ха ха ой ну что тут ждешь надо было пилу гордонос вот знал бы где окажусь пила бы у меня была уже прогрежена как минимум на плюс 3 она вообще нулевая так мои души это фактически фарм у меня уже в 16к душ можно будет если их не потеряю какую-нибудь пушку приобрести так ладно соберись да да я понял тебя давай ловится нормально их просто быстро чтобы два-три удара и все это губ мешок так второй раз попал не поймал ой на один удар не поймал до свидания нет с бэкстебами конечно надежнее то есть с бэкстебом надежнее получается меня хорошо хотя более-менее стабильно до этих душ добегаю два репоста он умирает я в курсе да ну я вижу сколько хп у него остается после первого репоста посчитать то сколько нужно чтобы он умер несложно другой вопрос что репост у меня не сработал во второй раз вот и все этих дам нужно аккуратно да ё-моё ладно по одной все равно отжираемся все камешки сколько можно сзади уже настоящее тюрьма то есть у тебя нет ничего ра ломается оружие что пешечку не восстановить есть тюремщики которые дают сразу прикурить чувствуешь себя сразу никем ну ладно каждый такой забег это два с половиной царя уже 18 400 ладно давай мишу может посоветовать мультичатик чтоб фпс не садил я не пользуюсь мультичатами так этот уходит хорошо как раз опция на бэкстеп да блин понятно все приехали так один остался там да я могу кстати попробовать таргет снять просто с этого и пойти этого звали поддержал ваш канал на сумму 300 рублей 300 на самом деле убивать их легко в в начале она медленная надо ударить как угодно и ждать когда она фазу переходит краснеет в этот момент забегать со спины делать мощную атаку плюс бачк стаб бачк стаб я понял бачк стаб со спины да просто беги да там лут ё-моё ну ты как-то стоишь а а ну это хорошо что он так стоит я к тому а я к тому сбоку уж подхожу ладно давай попробуем давай раз блин тут вторая фаза ну ясно я не могу со спины потому что здесь второй он да да бух ну блин да конечно дай Дай! Сейчас все будет. Но сейчас вообще не по плану пошла. Вообще не по плану. Правда, у меня и плана как такового не было. Но у меня не было в планах умирать. Вот по одному. Хорошо, по одному. Делаем на первой фазе довольно просто получается. И выйдет атаку, контратаковать. Давай, давай, давай. А вот при переходе из одной в другую надо действительно попробовать сделать... Дак! Кап! Уже из... А почему так много хпта отнялось? В прошлый раз половина была. А сейчас все. Ладно, короче, мне главное души восстановить. Не отдаться вот на мелких. А это возможно. Это буквально пара ударов. 20-ка душ. Уже идут. О, пузырек крови. Один раз выпал просто. Один раз. Да, ё-моё. Таргет меня разворачивает реально. Так, что... Ладно, давай. Давай, я знаю кунг-фу. Надо его обходить сразу же. А я не могу обойти. Обошел. А почему ты... Короче, все не по плану. Раз. Раз. С ноги. И третий удар. Да че-то... Просто ваншот. Один удар серии, четвертой серии. У меня был бутылек. Слушайте, у меня есть же смесь едкой крови. Я же могу в них смесью кинуть. Тогда их местные будут бить. Стопэ. Привлекает чудовище. Или просто привлекает. Привлекает и коктейль, но это не добьем мы. Да, и нет. Пробеги просто. Я чем дальше, тем больше об этом задумываюсь. Потому что душ становится все больше, а шансов все меньше. Смесь не так действует. Череп, понятно. Ладно, хорошо. Мне нужно бы... Здесь не зафейлить. А это не так-то, блин, просто. Так, идут. Прыгать будем? Почти обняла меня она. Хорошо, первая пошла. Вторая пошла. Такая жесть. Ну, бэкстепчик. Ну, конечно. Надо было отместиться на нем. Торопился. Так, глазастый встал. За него дают больше, чем за всех боссов, которые были до этого вместе взятых. 2-2-8. Ладно, я его выманю с дверного проема, чтобы лучше... Было больше возможности зайти за спину с сильным ударом. А, он же сваливает. Не получится тогда. Хотя он стоит хорошо. По крайней мере, я могу... Балим. Тут нет продолжения, понимаете? Ну, нет его. То есть, там вторая фаза, и все. Он уже... Меня перед фактом ставит, что вот вторая фаза, извините. Я пойду мелких убью здесь. Чтоб по возможности обойти второго... Ну, чтоб было два жестких моба во второй фазе. Логика простая. А, я могу снова к нему заспнуть зайти. Ха! Ладно, не нафейлить сейчас, Миш. 22-700. 22-700. 22-700. Аккуратно подходишь. Аккуратненько. Именно подходишь, не бежишь. Он точно не смотрит в нашу сторону, точно не смотрит. Подходишь. Скорее, чуть левее. Давай, добей главное этого. Еее! У нас один. А где он? Ага, вот он второй. Так, этого ловишь на выстрел. Обходишь сразу. Что-то вообще не очень. У него хп, конечно, осталось маловато. О, нет! Воу! Добей! Да! 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 Господи, он уже замахивался. Господи, как страшно-то, а! Фух! Четыре аскока кровайка. Главное, сейчас не зафейлить. Боже ты мой! Что если я зафейли, души останутся здесь? Я, наверное, поставлю даже сразу метку отважного охотника. Я вроде выбираюсь. Бойся, большое чудовище, и берегись молнию. Нормально! А-а-а-а! Да вы издеваетесь! А если отсюда я юзну... О-о-о-о, там реально большая тварь какая-то. А если я отсюда возьму... Перенос сделаю. Помни помощника. Да ладно, ребята! Бутылок нет, 25 к душ на руках. И впереди бойся моба. Бойся босса. И молнии. О, сзади кто-то. А, сзади это помощника, типа. Здесь фонарик. Их слышно, когда ты рядом. Вернись, прислушайся. Фонарик? Я вижу, там один фонарик. Но он обычно не красный. А, который костер. Фонарики звенят. А, фонарик это... Да, я понял. Блин, там неизвестная тварь. Так, хорошо. Допустим, есть фонарик где-то. Допустим, где-то здесь есть фонарик. Наверное, надо возвращаться... Да здесь везде тупики. Я-то помню. Гоу в город. И, конечно, гоу в город. Такие советы классные. Мне кажется, надо хорошенечко обыскать все, что тут осталось. На предмет. Вот, кстати, дверь я, кажется, не проверял. Это похоже на шорткат вообще. Просто если я там умру, то все души будут в боссе. И это капец. Пробую наверх забраться. Да, надо сюда. Ну, там опять мешковые парни. Успею ли я прийти, пока тот не увидит меня. Не, не успею. Там экшн пошел уже. Блин, как они меня бесят. Да вообще, жди. Раф говорит, и не пугайся. Слушай, ну я еле держусь сам, в общем. Ладно, давай попробуем. Раз. Нет. Надо было сейчас ловить его на бэк... Так было ловить его на бэкстебе. Такой медленный удар с руки у него получается этот. А, он не может пройти. Ха. Друг. Ха-ха-ха. А-а-а. Так аккуратненько. Поломал игру, кажись, опять. Михаил. Так, только не попадись сам по туда. Тихо, тихо, тихо. Тихо, хорош пинаться. Мешками еще. Надо. Абузер, скиллуха прет. А-а-а. Вот зачем мне осколки? Мне бы бутылку. Да, там второй. Ага. Не, ну я его могу тоже побузить, конечно. Единственное, что хотелось бы его сначала вот так вот. А-а-а. Опять я не увидел ногу, юма. Двадцать семька. Блин. Так, хорошо. Ладно. Значит, гину камушек. Наши души где-то там. И есть вероятность, что они их не забрали. Я надеюсь, что они их не забрали. Потому что, если нет, то это просто провал. Я надеюсь увидеть этот кусочек крови, подхваляющийся. Да, кажется, это оно. Да, вон он! Изи души. Че волновался вообще изичные? Изичные локон. Ой, а че-то опять? Так колдует. Скотина. Ладно, давай. На-на! Второй идет. Подходи сюда. Подходи, давай. Да-да, я знаю, что ты клевный. Ну, вообще не сложные мобы. Показываю. Пока еще не поздно, отойди назад, чтобы лук собрать в нужном месте вообще. Тебе петь на один удар. Давай, здесь бэкстеп уже сможешь сделать. Давай. Да как... Господи! Грейди, все пушки подряд. Каким макаром я в тюрьме? Я уйти отсюда никуда не могу. Опять пяткой просто ваншот. Ох! О, боже. Так, ладно. Я надеюсь. Я надеюсь, что меня там же ждут мои почти 30 косарей. Господи, я мушкетоны куплю. Там новые пушки куплю на эти деньги. Ну, прошу. Да есть же ж! 28к душ. Прыгать будешь? Я знаю, ты любишь. Пыщ. А уже 13 пуль между тем. Не, ну одну-то пульку можно потратить. Так. Тут бэкстеп получился. И, кстати, я после этого хп-шечку все восстановил. Ну, сейчас уже не будем мы с ним во второй фазе выпендривать. Ледакон, привет! С самого начала у вас была какая-то тактика, вы ее придерживались. Да, с самого начала у меня была какая-то тактика. И я ее придерживался. Вот, смотри, тактика дает свои плоды. Вообще изи. Сейчас кот опять будет показывать. Что такое, бэс? Не, не видно вообще. Она полностью слилась с этим. С обстановочкой окружающей. Все, вот он. Ребят, я домой. О, боже, вернуться в сон охотники. Гоу! Ну, можно было, конечно, пробежать там. И можно сразу было искать тюрьму, убежать. Ну, хорошо, что мне не заспойлерили. Иначе я так не это самое. Так не страдал. А страдания. Дом, милый дом. Как я скучал по нему. Так, смотрим, что появилось из новых пушек. Я думал взять, типа, новую пушку. Но тут нужно качнуть оттенок крови, если вообще брать это ружье Людвига. Есть сет расхитительницы гробниц. И, кстати, учитывая то, что я за девочку играю, можно в Лару Крофт сыграть. Как вы думаете? Статы вроде очень хорошие. Хотя нет, они такие же приблизительно. Да, давайте я начну с самого важного. Именно с починки пушки. И прогрейжу еще там пистоль свой и вторую пушку. Потому что, ну, это... Счинить оружие. Совершенствовать оружие. Стоп, откуда у меня ружье штык? Я где-то взял ружье штык. Может, тогда пару статов кинем в вот эту вот штуку, чтобы протестить новую пушку. Заодно ее про... Да, давайте. Грейт изичный, вообще. Модификатор ловкости С, неплохо. Рон 117 плюс 29. Тут, правда, 37, но это вопрос модов. Ружье штык. А что ружье штык не так? Я всегда за Fashion Souls. Все, примеряй, ходи модно. Но когда деньги есть, то, конечно, да, мне мажорить не стоит. Жалко, конечно. Но для теста новой пухи я не жалею. Бабла. Ружье штык. Надо навесить туда модов. Так, и что, как вообще? На копье больше похоже. Короткие удары вперед. Есть ли мод? Опа! Ну, там нет ружья, но как бы... Подождите, а как я стрелять из него, что ли, могу? Прикольно. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Прикольно. Так, давайте моды на нее навесим. Это оружие вроде как с повыше рейнджом Больше на копье похоже Так, ружье штык Что можно на нее накинуть? Физическая атака 1.4 Не то Заряженные Физическая атака 0.7 Треугольный только один Я могу поснимать с Тросточки Пару модов Не, давай лучше Пока что ее обычными 1.4 раз А, на нее всего 2 мота что ли можно накинуть? Вроде как доступно только 2 Да Да Да, ничего лучше нет Ну я побегаю с этим Довольно хорошие А у я особенно в альтернативочке А если комбо-вомба Оу Это кстати он выстрелил сам А он тратит патроны при этом? 2, 3, 4 Эй Давай 1, 2, 3, 4 Комбо-вомба Тратит Окей Комбо-вомба Ну причем тут же урон еще хороший Именно с пушки То есть пистолет можно пока Выкинуть То есть с этого ружья У него урон такой же Как с удара обычного То есть 109 Только модификатор пониже А так-то вроде неплохое Надо бутылок Приобрести И наверное Еще какие-то статы Может быть еще не поздно Взять Примерить Посмотреть что у меня там по сетам Пойдем сейчас на боссы еще Ох Соскучился я в тюрьме По боссу Если мы говорим Об арморе Стандартном арморе Не сильно лучше Там только защита От тайного Повыше А так-то В общем похоже Но тайное можно Ярномского взять И все Если прям Пули купи Кстати пули-то да Сейчас пули пойдут Вообще в расход Черт возьми Нет пули Хотя сейчас эти два косаря выкинуть Ладно бог с ним Короче я сейчас кину наверное в ловкость еще Пока мы по ловкости до капа не дошли Я еще один левел в ловкость кину Уже близко Первый кап по ловкости Две руки Не две руки Нет пожалуй Пока так Причем у меня получается вторая рука с огнестрелом Нет давай в две руки Атаки медленные будут Не такие уж и медленные конечно Пять ударов Подожди Кажется на шесть даже хватает Погоди-ка Погоди-ка Раз Два Три Четыре Пять Шестого нет Обойди дом слева Там живут посланники Зачем они мне А еще же у меня кровь Посланников я ни разу не встречал О Посланник пня Передайте аксессуары посланникам И те послушно их примерят Пня Цилиндр кажется Да там такие же товарищи были Шапочки Так И К чему это привело Вот они сидят Красивые в цилиндрах И что Какой результат Я получил Кроме того что они А теперь они красивые будут Да не зря Не зря Остальное А они же передают тебе подсказки Подсказывают о смерти других Ну Ладно Короче давайте на босс Я хочу на босса Опа Ну по логике Это должна быть церковь доброй Чаши Но я не запомнил название Поэтому Там вроде Хотя может это и церковь была Привет Darkwing 94 Молодой 21 год Да Мы здесь Нет Мы не здесь Ближайший босс Соборный округ Ближайший босс Соборный округ Так а как же тот пёс Или к нему У меня сейчас быстро не дойти Ааа Другие надгробия С другими локациями Ааа Вот открылось новое надгробие Да Поделный тюрьмак Круто Ничего себе Интересное разделение Да Я хочу просто на того пса пойти И отомстить С бутылками Вот этим вот Прям с мешками Они там еще лут охраняют Какой-то По центру Хотя вроде я его взял А нет Я не убил его Фух Не забываем Что мы так же С одного удара Умираем Поэтому лучше Урон неплохой Да как ты пробил-то Отлично Зато прошла атака Во время перехода Из одной фазы в другую О Два одинаковых Искок кровавика Можем сделать плюс 4 пушка Вопрос Какую Тросточку мою Проверенную Или все-таки Нет Да рано я стреляю А сейчас поздно Стрельнул Как же с бутылками Это попроще Да как достал-то Я причем видел Что удар с ноги идет Но Но не смог увернуться Отличный удар Рано Вообще надо было Сильный удар Сзади делать О Хорошо получилось Вот за это Хвалю молодец Что за лут то Луна Видимо тоже Апгрейд Чего то там Такой глобальный Это уже четвертый Девайс Из луна Приобретает Больше отголосков крови Осколок кровавика Мне вообще Копье нравится По дамагу Оно хорошее По сплэшу Отличное Только надо Все-таки Переключаться С одного режима В другой Для того Чтобы Да Так А я же здесь Теоретически Должен так же К боссу прийти Только Ой О Старый Знакомый Ой Блин Подстава Там кажется Второй Еще топает Показалось Показалось А я думаю У кого такие Частые шаги Вообще О Мардень О Дай Отожраться Друг Отожру Сейчас Грандиозно Три Косаря За нее Дают Четыре Пузырька Крови Патроны Себе Сделал Сейчас Смотрю Я не к боссу Иду Это уже Очевидно Но Пес Пес Ну я тут Лучше Ау Е Сделать Хотя нет Против Пса Наверное Побыстрее Оружие Зайдет Лучше Ну хорош Эту плем Вот нельзя Так нельзя Миша Столько я мучился Для того Чтобы потом Снова пропускать Эти удары Черт Ставь Ставь Таргет Обходим Е Ну они Плотные Молниевая бумага Это уже второй Заряд Ай У меня Копье Не в том режиме Поэтому Да Против собак Конечно Против точечных целей Лучше Не В том режиме Просто Она медленнее Заметно Медленнее Чем трость Замак Долгий Кусподи Куда Меня нелегкой Занесла Так Вижу Лут Но это Как Конечно Замануха Я не знаю Откуда Прилетит Вешеная Холодная Кровь Шоткат Да Блин У Копья Есть минус Что Ну вот Видите Сейчас Я в стенку Пробил Довольно Узкий Такой Фов Удара Получается Аааа Да 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 Я понял Какая музыка Еще один Схрон Небольшой Который Не сразу Два Одинаковых Осколка Кровавик Ну пошли В общем Уже Ингредиенты Я копье Пожалуй Буду Грейдить Уважаемый На плюс 4 Следующим Следующим Ходом Жалко Что на него Нет нормальных Модулей На данный Момент Потому что Где мне повязали В самом начале Ой Нифигаси Ты плотный какой Почему он такой Плотный Еще Три Одинаковые Куска Может Даже На плюс 2 Хватит Еще Одна Дверь Еще Один Шорткат Ха Хорошо Так может Грейданем 10к И один Левел Можно поднять А сколько У меня этих Усков Уже Ты перемотал Все 7 штук А нужно Соответственно 8 Для двойного Грейда Ну ладно Тогда Еще Побегаем У нас Есть Пара Выходов Из Этой Часовни Нет На самом деле Больше Два Выхода Один Прямо Другой Слева Еще Выход Через Башню Вниз Но Его Наверное Не стоит Использовать Потому что Есть Слева Шорткат Босс Босса Мы видели Издалека Я Хочу Сходить К нему Ой Мне казалось Кто-то Рычал Залим Вешеная Холодная Кровь 8 Это Количество Надо Ее Тоже Утилизировать Слышу Вроде Как Свинью Но Тут Собак Дофига Да Свинья Определенно Вон Она Много Псов Но Я Свинью Конечно Сзади Буду Пытаться Обходить Единственное Что Перед тем Как Спускаться Вниз Там За ней Я Лучше Проверю Еще Вот Здесь Хряк Как Она Там Нормальница Ощущает Нормально Пока Спрыгнуть Я Не могу Более Она Меня Спалила Уже Опа Ц Лифтецкий Сейчас Устройство Не работает Хорошо Запомню И Свинь Скорее Всего Выпадет Тоже Вот Еще Один Ингредиент И Я Смогу Сделать Пушку Сразу Плюс Два Поэтому Пожалуй Буду Рисковать Ну Как Рисковать Просто Идти Вперед Псов Дофига Не Самое Удачное Место Для Того Чтобы Правда Псы Слева Главным Образом Раз Два Ой Не Лучше Я С Парад Парад Точно Не Все Очень Похоже На Замануху Скорее Все За Каретами Не Надо Таргет Ставить Нет Блин Знание Безумца Один Будет Двадцатка Знание Безумца И Знание Безумца Сет Железный Шлем С черным Капюшоном Черное Деяние Ярлгула Перчатки Ярлгула Черные Штаны Ярлгула Ярлгул Всем Пацаны Ярлгул Железный Что еще раз Ярлгул Это демон Откуда Давай Демонологию Что это За демон По имени То есть Предположила Просто Понятно Я думал Женщик Где-то там Вычитала Что-то Ярл Ярл Ой Слушай Как Как же Нашего Ярла Звали Как Не Был Конунгом Был Его Рагнар Лаг Лаг Лог Железный Шлем Который Носили Охотники Духовной Деревни Охотники Ярлгула Отвечают Перед Основателями Деревни Школой Менсиса Охотники Только по названию Эти похитители Носят Черные Капюшоны Чтобы Скрыть Свой Лод Брок Да Рагнар Там Не Лаг Нет Да Завьяловский Район Ясно Прогуглили Это шлем Из металла Что редкость Для охотничьего Наряда Хорошо защищает Но только От физических Атак Вот вам Пожалуйста И сфера Применения Резисты Все падают Но ФЗЧ Поднимается Чувствуете Как поднимается ФЗЧ Хотя Блин По сравнению С стандартным Одеянием Слушайте А тут Сопротивление Медленному Отравлению Больше А давайте Возьмем Он довольно Такой Компромиссный Можно сказать По всем Ровненьким Статам Фух А И я Хотел Юзнуть Жеш Три штуки Озарением 22 22 О О Ничего пока не поменялось Ты же девочка играешь Ходи голенькой Голенькой можно ходить Но недолго Так сет то полный один Плач то что Ну просто Этот Кипарик вообще ни о чем Он просто на дне По статам Перчатки кстати можно Да Перчатки можно Ладно Я сапоги надену Отревий какой-то Кто-то топает Ау Я хряка уже вижу Ой Что он может интересно Я вот не проверял Пробую сзади ему Понятно Очень неповоротливая Свинья Еще бы свинья Была шустрой Хотя свиньи Особенно поросята Довольно Три косаря И лут Давайте для Два пузырька крови Не не то что нужно Мне хотя бы Один вот кусочек Маленький ингредиентик Для Молниевой бумаги Пять штук Может это подбоссы Меня готовят Ну что псы Давай Давай подходи уже Ну Блин Вот я ввязался В замес Капец Загрыз Выключился Они быстрые Просто Резкие Я бы даже сказал Причем Не отвлекся Один из трех Если подвлекся Это было бы А копье Мне нравится Реально Рейндж Вот колющего Вот этого вот удара Довольно высокий Несопоставим С пилой И с этим При том что Да я знал Что вернусь Камера опять вертится Непонятно В каком направлении И я Ой Опять пулик сделал Чуть не сдох На этом момент Ты за хоряком Никогда не бегал На мопеде Ну все Нам Дохнуть Не могли Да Ё-моё Уворачиваешься И не уворачивается Это бешеные собаки Просто бешеные Но я продолжаю путешествовать У меня 17 косарей Чуть-чуть осталось До грейда Пушки-воздушки Причем Двойного грейда Не абы какого А двойного Ё-моё Вон Смотрите Как рейндж работает То есть Если б с тростью Ты начинал Вот такие вот Кренделя Пытаться Выделывать То Тебя скорее всего Не достало бы Просто и все Они печально Смотрят на лут Попробую Воспользоваться Этой темой И сделать Бэкстеп И добить Главное Вот этого упыря Ну как добить Добить-то тут Не получится Учитывая Пристальное внимание Псов Но пока тут Переходит в фазу Безумия Я должен Покончить Со скверной Чёртовы Стики Никак не привыкнуть Не могу Верчу головой Ничего понять Не могу Ай 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 Чуть-чуть Отхилялся Ладно Остался Вот мой Эверест Это вроде бы Тупик Там ворота Которые скорее всего Закрыты С другой стороны Вроде он стоит Ко мне спиной Поэтому я попробую У меня каблуки Слышите Какой Отчётливый Шаг Да Издалека Отлично Не обязательно Так близко Ходи Чтобы тебя спалили Тони трус И ещё Есть Последний ингредиент Всё Теперь можем сделать А что такое Тони трус Простите Тони трус Тони 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 Трус Тони 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 А вот Это А это Типа булавы Видимо На силу Уникальное оружие Придуманное Арчибальдом Печально Известным чудаком Из мастерской Церкви Сцеления Чиркнув этим причудливым железным киснем Вы получите те же искры, что покрывают черных чудовищ К сожалению, по неизвестным причинам Охотники времен Аршибальда так и не привыкли к этому устройству А что по статам, извините, я не посмотрел А, молниевая атака у него еще 80 урона от молнии еще Индификатор DE Хорошо Ну все, я к фонарю Наверное, на один левел Может даже на пару левелов мне хватит Потом Пушку Х2 грейды И к боссу Тут я вроде все собрал А к боссу как бы мне поскорее-то выйти Наверное, через шорткат сверху направо Ну, чтобы не через низ бежать, через эту засаду дикую А прям сразу Ох Ну, показал бы, что она умеет Ммм, да, наверное, стоит Буловая электрическая Круто Давайте пока не забыл, я Вместо трости своей Ну, я даже и А, я в принципе ее не могу и китровать Учитывая, что не хватает характеристик Окей Мне копье больше нравится Даже базовый режим Таких самоцветов Может мне вытащить просто из трости Может он, типа, не Не видит часть апов Просто из-за того, что они Заюзаны в другом месте Это было бы логично Арчер Поддержал ваш канал на сумму 100 рублей Михаил Да Здравствуй Здравствуй Какая дота? О чем ты говоришь? Ну, один можно Умеряющий кровавый Поставить Действительно, это хорошая тема Модификатор повысится И заряженные атаки Это раз Но вот второй Как крутись, как хочешь А его не поменять Треугольный нужен нам Поэтому я в трост хлыст Воз... Воз... Да, вот так поставим Наступ принципиально Какая дота? Ну, тарчера вообще не понять О чем он говорит Так, а что по урону-то выхудит? Бутылек купить По урону 164 А выстрел 131 Окей Может, на 2 хватит Да, на 2 хватит На 2 я Ловкость докапа До первого Довожу тогда И на остальное Затариваюсь Организировочно Хилочками И на босс Идем Я уже насиделся в тюрьме На самом деле И немножко даже После Побегал Обеим арчером Фиву По-любому Один из них Смурф другого Да нет Это тот самый Тот самый А, ты имеешь ввиду Что это Варкафтер Типа Арчер Может быть У нас сегодня Было очень мало Боссов Вот это Я об этом Очень сильно Жалею Ну, потому что Я слоупок Причем начали с одного Босса Убили его там С трех Траев А потом Как бы Пол трансляции В тюряге сидишь Здесь получается Шорткат У нас Да Выходим Что-то вообще Не шорткат Ни разу Не с той стороны Вышел На бас Там сразу Дверь должна была быть Или сходить Через низ Не, лучше Да, здесь Оно вроде было Вроде здесь Типа Безопасный Путь Обходной Да Вообще Не туда У меня память Вообще Не работает Где-то Где-то Открывал Опять Хряк Тут вышел Ладно Бог с ним Есть у меня План Один Пробегу-ка я Понизу А, я сейчас Увижу Кстати сам Эту клетку Вот здесь же Я ее увижу Слева Открытую Да, съешь меня Полностью кстати возможно из того что я армор сменил у меня резисты к этому стали хуже ну конечно еще умри тут мне так давайте через шорткат попробую пройти посмотреть где она конечно 5 камушки разбрасывать по винтовой лестнице но вот это вас возврат назад сейчас подождите секундочку я хочу просто убедиться в том что ну ясно это не то а может призовем фантомы из первого траве убьем босса но унизим его просто как вы относитесь к этому мероприятию ой здесь живут другом месте ох текстурки поехали ну на консолях все игры очень тщательно тестируются вот таких багов нет вам показалось но смотрите нас ждет просто помощник смотрите призвать антала не буду я антала призывать так убираем 1 убираем скорее всего 23 оставляем чё проверить разные типы бафов огонь и молнию скорее всего молния должна здесь заходить в первую очередь хорошо почему не могу зарядить вот как будто не активный он там до должен ограничений не было никаких ограничений фух что это вообще его могу кайтить для начала это не босс что это вообще ничего не что нет определенно что-то молнии чувствую с резистами у меня все в порядке а у меня была тактика до некоторого момента ё-моё да ё-моё короче мне нужна защита от молнии я полагаю мне кажется взрыв был сейчас так ну я понял тебя ты не просто я по нему вообще не попадаю взрыв я готов а я не умер тогда так что я понял из этого всего чарч идет с лапы левой когда накапливается взрыв соответственно серия ударов перед собой безопасно под ним и за ним бить с руки вообще как-то не очень во первых мне нужно сопротивление молнии сет а нет вот есть ернамский стандартный доспех лучше с резистит молнии у нас да сразу стоит наверное убрать из быстрых предметов вот это вот молниевую бумагу резиновые перчатки и двухметровую палку бери а я многих вещей просто не понял в частности можно ли вы вообще но скорее всего можно его парировать то есть только вопрос он здоровенный надо еще попадать капец по нему точно и наверное я начну сейчас опять же с классического варианта попытки увернуться от ридуаров для того чтобы понять какое количество у него ходов телодвижения есть и как они приблизительно выглядят взрыв я понял я понял я понял я понял а тут продолжение у атаки есть да твою ж медь да я же уворачивался а почему он падает а по ногам видно надо бить по голове а как так может без таргета вообще с ним сражаться Или он упал просто потому, что я его Некоторое время Поцерроризировал Да ё-моё Да, вроде ноги, ноги, ноги Ооо, это что-то новое Ни хрена не вижу А, взрывшим был Вставай, тряпка Последняя бутылка Юзну бумагу Страшно, потому что Да ё-моё Да надо под него запрыгивать, видимо Самое безопасное место Это как раз под ним было Пока он не взрывается Видимо, надо его провоцировать на этом Окей Красавчик Черное чудовище парл Точно не запаришься попадать Возьми вторую руку пушки Да почему нет? Там скорее вопрос рейнджа А не... Можно попробовать, но там атаки более медленные Мне вот любопытно Не, вообще Тема хорошая То есть Любая там его атака И выйдется по сути Чёрт, а как же мне Без хилок-то Ладно, давай хилки ещё закупим У меня есть Экспа В виде крови Использую вторичку Вторичку-то да Ну представляете Насколько нереально Вообще Использовать вторичку То есть Ты встречаешь Монстра С трёхэтажный дом И пытаешься Со своим Мушкетоном Что-то там ему объяснить Ну видимо Надо, да Попробовать По крайней мере Вдруг сработает Что ж я делаю там? Нет Всё правильно делаю Она же первая вкладка Масарик всего Так, а можно Использовать несколько Две штуки Четыре тысячи Ладно Сколько там Тринадцать штук Можно, конечно, подфармить Но я попробую так Щит бери Так, пульт двенадцать штук Удары-то у него чёткие Только вот Больно бьёт Гад Если ты мушкетоном Про Про Давайте я пока первичного плана Свою буду придерживаться То есть попробую Оказываться Просто под ним Или за ним И После этого Он единственным образом Реагирует взрывом От которого ты При должном Внимании Можешь Отойти Ну, от него Сможешь отойти Но с другой стороны Вот подкатываясь Под него Ты Не получаешь Столько ударов Сколько Ну, по крайней мере Я не получаю Столько ударов Сколько Ой, ёбрысы Ты Нифига себе Жесть Какая Один удар Вот в прыжке Так, ну тогда Можно действительно Двуручку взять Если я не собираюсь В него стрелять Из Хотя наоборот Если я собирался В него стрелять Попробуем Ладно Что-то вообще Не очень Да, ё-моё Я на их ХП на свои Посмотрел И Давай Подниму И по ногам Это не ноги Миши Взрыв Не увидел Не увидел Попал Вот реально Без таргета Сними таргет По ногам Не, так плохо Надо держать Просто Таргет Помогает тебе Не пользоваться Правым стиком Вот в чём дело А если без Без таргета То То приходится Уводить руку От там Икса И соответственно Без икса Не выиграть в игру Консольную Поэтому наверное Таргеты Нужно просто Направлять Направлять Ну может Не нужно По ногам бить На самом деле Может быть он упал Просто потому что Время пришло В гости отправиться Ну то есть Нанесён был Какой-то Определённый урон Хотя По ногам Это вроде как Логично звучит Побьёшь Какой-то Тем более В Дарк Соус Было несколько Боссов Которые Твою Что Блин Сейчас ещё Заблочим Бородач Так Стрёмно Вообще Даже Даже Путь До Босса Стрём Фух Ладно Что в этой игре Мне не нравится Без таргета У него хуже Переката Меньше окно Мы не уязвимся Поэтому таргета Приходится Использовать Всегда Понятно А давайте С таргетом Попробуем По планам Взрыв Лишь Лишь Немногу удар Застрял Ещё И он попал Ещё Приятно Сейчас я Отдамся Скорей Сему Я потому что Жадничаю Не успел назад я такой жадный капец вот реально зачем я это сделал все же просто подходишь за него попадаешь уже сразу по ногам не вовремя перекат я не знаю зачем я бью все вылакал все хилки дай ты перекатывайся нормально и опять и опять застрял бальон с двуручной темой еще хуже в том плане что удар дольше и когда ты принимаешь решение что надо валить временем не остается тебе удобно с копьем но но ну как удобно с чем тут еще бегать так давайте я попробую все-таки так исходя из того что буду по шустрее я понимаю что мне все две пласки да твою ж я так стик люблю вообще так я люблю стик он такой классный просто может попробовать у него стрельнуть когда он готов рваться ну да можно получить после этого серии я не вижу не изучал окно его хорошим конечно надо надо попробовать по бэкстэбать но лучше наверное попробую да ёпырэс опять нет ушел ушел прошел ушел не пиши ай не до перекатывался за спину к нему опять взрыв успел отойти ладно еще разок поздновато перекатился опять взрыв который я не выйду и последний хилочком не вовремя перекатываюсь как же с хилками да как же мне с хилками то быть можно попробовать несколько да это было да можно конечно так я предлагаю я предлагаю где-то надо быть бутылок еще бутылок если у меня быстрый способ надо быть бутылок есть и косаря окей не надо их так растащительно тратить придется да фармить придется бутылки это не нравится за могов не просто так как стали больше давать о чем речь движение у него простые вообще ну то есть я просто просто не очень сейчас давайте попробуем забавы ради а на покупку бутылок ясно давайте ладно попробуем поймать его у него два удара да по сути с приблизительно с одинаковыми таймингами удар с левой лапой удар с правой лапой взрыв charge и что-то там на 2 на 3 фазе но до этого еще не дошли желательно действительно не получше да давайте попробуем с этими с тайминговыми атаками разобраться покупку бутылок бутылки это да нереально добегать сюда и махтер михаил таргет нет не хочется поставить довольны ну конечно конечно 800 365 пара бутылочка типа нажали да хорошо давайте сейчас попробую пострелять немножко сделать только вот так ты чем и хил очка везем а мы так тахилка нужно было следи внимательно отлично рановато то есть поздновато взрыв это все личный край довольно резко идет атака я ее не увидел я ее начало не увидел а пропустив одну вот в отличие от той схемы которую изначально практиковал я пропустила 2 3 удар после этого зачем-то сделал ударную хотелось и подожжаться и получил ауи в общем виноват вот и дом и пули у меня кстати нет ну в смысле тех которые я на хп щеку да я жал перекат жал перекат 2 хилки в пустоту убежали отсюда чертям собачьим надо узнавать его движение прям вот вот прям вот сразу же прям вот сразу же попробуем ну а вроде попал во время удара взрыв попал но не попал опять взрыв а я этого не видел твою шметь вроде то макушечка очень маленькая удар резкий вроде я попал в этот удар даже два раза вот в этом трое на его не отбросила странно тринадцать бутылок еще попробую пострелять в него пёс не простой пёс не простой да она там бежит 10 метров оказывается перед тем как схватить то есть надо реально уклоняться в вставай свинья про да блин да конечно твою я ненавижу этот стик я вот этот стик ненавижу ты его хорошо что я в дарк соус играл на клавиатуре с мышкой это реально удобней с таргетом те же проблемы это управление вообще особенно когда ты там его в крайнюю позицию вы выдвигаешь он это вопрос привычки естественно но мне очень непривычно вот вот да конечно собрались ну чё собираться тестить надо его пробуем еще разок если муж китону попасть вовремя да вообще нет ну совсем нет мне лучше а чё он да нет беги твою мать понятно я сделал где-то 7 выстрелов в общей сложности за эти три трая ни разу ни разу его не поймал ни разу плохая динамика я правильно понимаю выстрелит этому динозавру лицо в мгновение до его выпада ты ему 30% хп снищешь не 30 где-то одну седьмую часть но да в принципе приблизительно такое халява закончилась так на него вообще можно такой атакой воздействовать или я бьюсь головой о стену вообще не встречал боссов которых нельзя было таким образом видимо этого тоже можно но я просвета не вижу так если реально его провоцировать да ледокол говорит что давайте попробуем да что ж я да твою ж там сзади стенка еще а здесь не хочешь сейчас будет ауе нет нет ауе но как достал то может у него сзади кстати меньше ауе меньше рейнж блин да сзади у него поменьше рейнж то есть от головы идет то есть мне нужно назад к нему заходить обходить его сзади надо оооооп я теряюсь просто пока по таргету теряюсь да блин все попал я не 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 нет то есть реально есть мертвая зона сзади на на взрыв не надо так далеко отступать только надо назад уйти Жень ну хорош не отвлекай куда я лезу то а ну хилися дурак да первый план был правильным только надо все равно уходить я я путаюсь в таргете просто а у него таргет один на голову другой на этот на живот слушай а может вообще назад от аааааа стой может мне от него назад отпрыгивать а не вбок он заканчивает две своих комбы головой к низу и скорее всего проблема у меня главная вот в том что когда я захожу под него меняется таргет С головы на туловище. И происходит такая неразбериха. Если мне удастся держать его на расстоянии, отходя назад, то с тем же самым копьем, даже двуручным, кстати. Даже, наверное, лучше двуручным. Нет, двуручным нет. Я смогу его... Да, твою... Да, за... Кажется, сейчас джойстик у меня не направлен был. Он не слушал команду. Я уже иду на него без бутылок практически. С половиной хп. Кстати, одна из проблем может быть, что... Что у меня консоль стоит за столом, и прямого доступа от джойстика нет к ней. Здесь вот эти вот штуки, что команда может не проходить. Я же жал, она может быть из-за... Банально... Потому что я этот контроллер держу. Кто так, кто эдак. Да. Такое было, кажется, в The Last of Us у меня. Ладно, давай попробуем отходы назад после... Кстати, они мне нравятся у меня из-за отхода назад. Не, он... Отход назад одним прыжком как бы особо... Хотя по голове вроде неплохо получается. Вот после этой связки можно хорошо бить. Да-да-да. После связки из трех ударов... Они, во-первых... Короче, держимся близко. Просто близко держимся. Чтобы не провоцировать его на всякие прыжки и тому подобную штуку. Здесь трость тащит, так как она размашистая и часто бьет. У меня другая сейчас стратегия. Я буду ее придерживаться. Без схилы, конечно, не Камильфо, но что ж поделать. Хоть отработаю пробег. И буду... Лучше... Лучше ценить свое здоровье на боссе. Хотя это не очень рационально. Лучше как раз и ценить здоровье, и иметь фласки. Для того, чтобы продолжить. Да, лучше там 20 фласок сразу. Но это фарм. Не очень интересно. Так, ладно, давай, ближние дистанции и отскок назад. Это не отскок назад. Я другой кнопки начинаю уже нажимать. Раз, два и три. Нет, а где 30 ударов? Раз. Раз. Настало. Тут много ударов, но... Я не понимаю, не идентифицирую их нормально. Вот, два и три. Вот по голове теперь можно. Но только один удар. Вообще. Но урона было, кажется, на 200. Говорит, два удара было. Ох, тяжело, ребят. Я уже подустал. Хотя трансляция идет 3,5 часа, но я думаю, что на сегодня мы закончим, потому что надо фласки подфармить, надо над боссом подумать. И я начинаю уже спустя рукава относиться к игре. А это не стоит так делать. Спасибо за то, что смотрели. Увидимся с вами, надеюсь, что завтра. Хе, кота такого поставили. Все будет хорошо. Я понимаю, но я устал. Я устал, я мухожук. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!